Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я предлагаю приготовить ватрушки с творогом. Те самые нежные, ароматные, воздушные и просто очень вкусные булочки с творогом, которые мне, как, наверное, и многим из вас, в детстве пекла бабушка. На мой взгляд, в ватрушках есть что-то удивительное и магическое. Ведь, как показывает практика, от них не отказываются даже те, кто не любит выпечку и творог в принципе. А это, согласитесь, многого стоит. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению, вы, как всегда, найдёте в описании под видео. Итак, берём 250 мл тёплого молока. Добавляем в молоко 50 г сахара. Это примерно 2-3 столовые ложки. А также 1 чайную ложку соли. И 7-10 г сухих или 20-30 г прессованных дрожжей. Хорошо всё перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты практически полностью растворились в молоке. Теперь берём 450 г муки. У меня здесь смесь из семалины и обычной пшеничной муки высшего сорта. Но можно использовать только обычную муку. Добавляем в молочную смесь 3-4 столовые ложки муки от общего количества. Желательно делать это через сито. И ещё раз хорошо всё перемешиваем, чтобы получилось жидкое тесто без комочков. По консистенции, похожее на тесто для приготовления оладушек. Получившуюся опару накрываем крышкой или пищевой плёнкой. И оставляем в тёплом месте на 20-30 минут. По истечении которых у вас должна получиться вот такая воздушная масса, наполненная 1000 пузырьков. Если у вас опара не начала пузыриться, то либо оставьте её ещё на какое-то время, либо приготовьте новую, используя другие дрожжи. Добавляем в опару 1 яйцо. И хорошо всё перемешиваем, чтобы разбить структуру яйца. Теперь всыпаем в опару практически всю оставшуюся муку. Опять-таки, желательно через сито. Советую сразу всю муку не всыпать, поскольку она существенно отличается друг от друга по своим качествам. Поэтому её может понадобиться как больше, так и меньше. Начинаем замешивать тесто. Удобнее это делать сначала ложкой или лопаткой. Если вся мука впиталась, а тесто всё ещё жидкое, всыпаем остатки муки. И продолжаем замешивать тесто, но теперь уже руками. Когда вся мука впитается, останавливаемся. И берём 30-40 г размягчённого сливочного масла. Набираем в руку немного масла и начинаем вмешивать его в тесто. Когда первая порция масла вмешалась, берём следующую и снова её вмешиваем. И так до тех пор, пока всё масло не вмешается. Вместо сливочного масла можно смело использовать любое растительное масло без запаха. Вот точно такому же принципу. Набрали немного масла в руку, вмешали. Снова набрали и снова вмешали. После того, как всё масло вмешалось, продолжаем вымешивать тесто не менее 10 минут. Именно в этом кроется секрет нежного воздушного теста для ватрушек. В процессе вымешивания вы увидите, как в ваших руках самое обычное слегка жидковатое тесто начнёт трансформироваться в нежную и воздушную массу. Кстати, больше муки, чем указано в рецепте, я добавлять не советую, даже если тесто вам кажется немного жидковатым. После 10 минут вымешивания сбрызгиваем тесто растительным маслом и округляем его, одновременно с этим смазывая его поверхность. В итоге у вас должно получиться вот такое мягкое, воздушное и нежное, буквально бархатистое тесто, которое практически не липнет к рукам. Возвращаем тесто в миску, накрываем его крышкой или плёнкой и оставляем в тёплом месте на 60-90 минут, чтобы оно увеличилось в размерах как минимум в 2, а лучше в 3 раза. А пока тесто поднимается, можно подготовить начинку. Для этого нам понадобится 350-400 г творога. Желательно использовать качественный домашний творог или магазинный творог проверенного производителя. Добавляем в творог 50 г сахара или больше, если вы сладкоежка. А также 50 г сметаны любой жирности. Это примерно 2 столовые ложки. Если не имеете ничего против ванилина, то можно добавить 1 пакетик ванильного сахара. Ещё нам понадобится 1 яйцо, которое предварительно нужно разбить в отдельную ёмкость и хорошо перемешать. Добавляем в творог примерно 3 четверти яичной массы, а оставшуюся 1 четверть пока отставляем в сторону. Она нам понадобится позже. С помощью погружного блендера перемешиваем творог с остальными ингредиентами до получения более или менее гладкой и однородной консистенции. Как вы заметили, я не добавляю в начинку никаких загустителей типа крахмала или манки. На мой взгляд, они здесь лишние, так как без загустителей начинка получается более сочной и нежной. И рассекаться в готовых ватрушках она точно не будет, даже несмотря на то, что в сыром виде она получается достаточно жидкой. Если вы любите изюм, то его или любые другие сухофрукты можно добавить в уже готовую творожную массу и хорошо перемешать лопаткой. Для удобства я перекладываю начинку в кондитерский мешок, но это совершенно не обязательно. Просто мне так комфортнее заполнять заготовки ватрушек. Оставляем пока начинку в сторону и ждём, когда поднимется тесто. А у меня на это ушло чуть больше часа. Посмотрите, каким пористым тесто получается внутри. Обминаем подошедшее тесто. Смазываем руки растительным маслом и отрываем от теста небольшой кусочек размером примерно с мандаринку среднего размера. Округляем этот кусочек теста и выкладываем его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Точно так же поступаем с остальным тестом. Опять-таки, я формирую заготовки ватрушек именно таким способом, потому что мне так удобнее. Если вам комфортнее делить тесто на рабочей поверхности, то делайте так, как вы привыкли. Просто вместо того, чтобы подпылять рабочую поверхность мукой, смажьте её растительным маслом. В итоге у меня получилось 8 колобочков примерно одинакового размера, которые я сбрызгиваю растительным маслом и слегка сплющиваю рукой. А теперь с помощью самого обычного стакана делаем в кусочках теста углубление. А чтобы тесто точно не прилипало к стакану, его нижнюю часть также можно смазать растительным маслом. Теперь берём остатки яичной массы, добавляем в неё 1 столовую ложку молока и хорошо перемешиваем. Получившейся смесью смазываем бортики будущих ватрушек, чтобы они получились не только вкусными, но и аппетитно румяными. Берём творожную начинку и аккуратно заполняем углубление в тесте. Если для вас принципиально важно получить идеально ровную поверхность творожной начинки, то перед выпеканием рекомендую осторожно несколько раз ударить противень об стол или слегка его потрясти. Отправляем будущие ватрушки в духовку, уже разогретую до 180 градусов, где они будут выпекаться на протяжении 30-40 минут. И через указанное время достаём вот такие аппетитные и очень ароматные ватрушки. Можете мне поверить, аромат на кухне стоит такой, что на него сбегутся даже соседи. А ещё эти ватрушки получаются очень пышными и нежными, даже несмотря на то, что перед выпечкой уже готовые заготовки не расстаивались. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке ещё много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok